Пару месяцев назад в продажу поступили последние крупные новинки этого года Ryzen 7000 с большим кэшем, о важных нюансах которых мы вам уже рассказали. Ближайшие релизы это 14 поколение Intel с чиплетами, которое скорее всего выйдет в 2024 году, и тогда же AMD должна представить своих конкурентов в лице Ryzen 8000. Ну а пока у нас середина 23-го, и насущный вопрос, на чем собирать? Какие платформы красных и синих все еще актуальны? Где можно сэкономить? Про какие процессоры стоит забыть? В общем, на связи МК, сегодня говорим про актуальные сборки. Поехали! Если вы интересуетесь IT-технологиями, разбираетесь в компьютерах и программном обеспечении, но при этом навыков программирования не имеете, а стать айтишником хотите, отличный вариант рассмотреть профессию автоматизатора по тестированию. Это специалист, который ищет ошибки и уязвимости в новых сайтах и приложениях, чтобы с ними не столкнулись пользователи. Тестировщик – это низкий порог входа, можно обучиться профессии с нуля, большой спрос на специалистов как в России, так и за рубежом, зарплата джунов начинается от 60 тысяч рублей и выше, удаленная работа и возможность тыкать других в ошибки и получать за это деньги. Онлайн-университет SkyPro обновил программу подготовки, включив блок автоматизации. Навыки автоматизации помогут специалисту перевести ручные тест-кейсы в автоматические. Такие знания дают гарантированное преимущество при поиске работы и увеличивают оплату вашего труда. За 10 месяцев обучения с вами будут опытные наставники и кураторы, которые помогут разобраться со всеми вопросами. А в конце вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Уже через 6 месяцев в вашем портфолио будут работы над реальными проектами, и вы сможете начать поиск вакансий. Карьерный центр SkyPro поможет с дальнейшим трудоустройством. Вас научат правильно оформлять резюме, подготовиться к собеседованию. Вы выполните реальные тестовые задания, которые дают работодатели. Научитесь отличать перспективные вакансии с достойными условиями от сомнительных и невыгодных предложений. Если студенту не подошла компания или он не прошел испытательный срок, карьерный центр найдет другую, в том числе за рубежом. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и выберите профессию инженера по тестированию. И не забудьте промокод МОЙКОМПЬЮТЕР, по нему вас ждет скидка до 50% на любой курс SkyPro. Ну и по современным традициям давайте проведем красную черту. В видео про эпоху ядерного застоя мы объяснили, почему восьмиядерных процессоров хватит всем и надолго. Поэтому минимум для Intel это LG 1151 второй версии и старшие шести восьмиядерные i7 и i9 на старой, но еще не бесполезной архитектуре SkyLake. К тому же это минимальная платформа, которая официально поддерживает TPM 2.0 и Rebar для ускорения видеокарт. Проблема лишь в том, что под LG 1151 второй версии у вас вряд ли получится найти нормальную новую плату. В магазинах остались лишь совсем простые доски на H310, поэтому такую платформу нужно искать на бэушных площадках. У меня у самого до сих пор Z390 и 9700K. Прокачать, конечно, его еще можно, заменив на мобильного мутанта с Али. Возможно, мы расскажем о такой замене Xeon в будущем. Однако сегодня мы будем говорить про актуальные сокеты, собрать ПК на которых можно без танцев с бубном. Начинаем с LJ1200. Под этот сокет новых плат до сих пор очень много, да и сам он интересный. У Intel тогда еще не была готова новая архитектура, поэтому компании приходилось выжимать SkyLake по частотам и добавлять лишние ядра и потоки. В итоге даже младшие Core i3 получили 4 ядра и 8 потоков. Уровень топового i7-7700K на тот момент двухлетней давности. А уж Core i5 с шестью ядрами и 12 потоками напрямую конкурировали с одним из флагманов предыдущего сокета i7-8700K. Но рассматривать эти доски к покупке, если не хочется приобщаться к красному лагерю, стоит с некоторыми оговорками. Проблема тут в ценообразовании. За минимальный шестиядерный i5-10400F придется отдать порядка 7-8 тысяч рублей. И еще столько же за материнскую плату на чипсете B560 с хорошим VRM, четырьмя слотами и возможностью разгона памяти. Тут появляется AMD с еще актуальным i4 и кучей дешевых Ryzen, которые в отличие от Intel Core теряют цену очень быстро. Вот такой шестиядерный Ryzen 5 5500 сейчас стоит даже дешевле i5-10400F. Я, например, купил за 6300. Правда, платы несколько дороже. За комплект качественной доски на B550 с четырьмя слотами и нормальным VRM придется отдать в среднем на тысячу больше. То есть итоговый комплект синих и красных выйдет в одну цену. В таком случае нужно смотреть, кто лучше по производительности и что там по апгрейду. И, увы, Intel проигрывает в обоих случаях. В играх 5500 оказывается пусть и немного, но быстрее, в среднем на 5-7%. Несмотря на то, что красный камушек сильно урезан по кэшу, свежая архитектура берет свое, и в вычислительных задачах он тоже слегка быстрее Core i5 на старом Skylake. Все это можно было бы списать на погрешность, если бы не основная проблема сокета LJ1200 – отсутствие нормального апгрейда. Разумный максимум тут восьмиядерный Core i7-11700F, так как слегка более быстрый i9 11-го поколения со своими 14 нанометрами и частотами под 5 ГГц потребляет под 300 Вт, что потребует и дорогую плату с качественным VRM и систему жидкостного охлаждения. Поэтому i7-11700F, которые могут вытянуть не самые крутые платы. И в целом этот процессор очень хорош, по производительности он вполне способен конкурировать с восьмиядерным Ryzen 7 5800X, хотя и стоит в среднем на тысячу дороже оппонента. Но не стоит забывать, что у сокета AM4 есть туз в рукаве в виде 5800X3D с увеличенным кэшем третьего уровня. И вот тут у LGA1200 просто нет шансов, ведь этот процессор близок к одному из топов уже следующего сокета Intel 12900K. Поэтому рекомендовать собирать в 2023 году компьютер на LGA1200 я не могу. Хотя здесь есть поддержка всех современных технологий, тот же i5-10400F без проблем вытягивает RTX 3060, а с i7-11700F вообще можно замахнуться на 4090, все же этот сокет стоит отнести к LGA1151 второй версии. Это хороший вариант для покупки на БУ рынке, если подвернется выгодное предложение. А вот AM4, как вы уже поняли, очень неплох. Два хороших процессора на нем я уже выделил. Это шестиядерный Ryzen 5 5500 для сборок вплоть до RTX 3060, и восьмиядерный Ryzen 7 5800X 3D, если нужно раскрыть RTX 4090 в Full HD. Тут есть и неплохой промежуточный вариант восьмиядерный Ryzen 7 5700X, с чуть более низкими частотами и без 3D кэша, который в среднем оказывается на 10-20% быстрее 5500, и хорошо подходит для видеокарт уровня RTX 3080, 4070 или RX 6800. Смотреть в сторону 12, и тем более 16 ядерных Ryzen 9 для игр смысла никакого нет. Как я уже рассказывал, большинству проектов еще долго будет хватать 8 ядер, так что такие решения сугубо вычислительно рабочие. Это настоящие числа дробилки, легко обгоняющие хай-энд решения Intel. У AM4 есть еще один большой плюс – сквозная поддержка между всеми поколениями на любых платах. Например, сейчас восьмиядерный Ryzen 7 1700 можно взять дешевле 4000 рублей. Отличный же вариант. Увы, первое поколение Zen имеет слишком низкую производительность на Герц, ниже, чем у Skylake. В среднем это уровень четвертого поколения Intel Core, которому в этом году стукнет 10 лет. Поэтому разница с более новыми решениями на Zen 3 местами в полтора раза. Экономить пару тысяч рублей тут не стоит. Так что про решения предыдущих поколений на AM4 с учетом быстрого падения цен на Ryzen 5000 нужно забыть и вывести их за красную черту. И да, это касается в том числе еще быстрых Ryzen 3000 на Zen 2. Какой смысл брать 8 старых ядер, если 6 новых в играх быстрее за сравнимые деньги? Со старыми сокетами разобрались, победа за AM4. Для Intel LJ1200 был переходным, чтобы хоть как-то конкурировать с AMD. Так что на LJ1700 была возложена героическая миссия. Вернуть веру и отбиваться сразу от двух поколений красных сокетов. И надо сказать, у Intel в кое-то веки получилась классная платформа. В основном из-за того, что компания не стала бросаться в современные технологии. И множество платы и чипсетов на LJ1700 поддерживают более чем достаточную шину PCI-Express 4.0 без переплаты за 5.0 и память DDR4, которую китайцы скоро будут продавать в пакетах. Если смотреть на LJ1700 снизу, есть интересный шестиядерный i5-12400F, который стоит сравнимо с шестиядерником Ryzen 5 5600X около 12 тысяч рублей и обеспечивает схожую производительность в играх. Да, еще ниже i3-12100, но давайте оставим четырехядерный CPU в 2015 году. Брать его в сборку на будущее, дороже шестиядерного Ryzen 5 5500, не лучшая идея. При этом плата под 12400 на Intel B660 с адекватным VRM и четырьмя слотами под ОЗУ стоят те же 8-9 тысяч, что и хорошее решение на AMD B550. То есть сборки выходят сравнимыми по стоимости. Только в этот раз проблемы с апдейтом у красных. За одинаковые 25 тысяч можно взять или лучший игровой процессор AM4, это, разумеется, восьмиядерный Ryzen 7 5800X3D или 14-ядерный i5-13600KF. Да, у него всего шесть больших ядер, но крайне высокая частота и свежая архитектура Raptor Lake делают свое дело. И этот процессор обгоняет 5800X3D в играх в среднем на 10%. Так что в противостоянии среднего ценового сегмента победа явно за LGA 1700. Но, как я уже говорил, синей платформе пришлось бороться не только с AM4, но и с AM5. И AMD тут выкатила гору обновлений. Это и переход на LGA сокеты, и поддержка DDR5, и новая архитектура Zen 4 у Ryzen 7000 с двухзначным приростом производительности. Вишенкой на торте стали Ryzen 7000X3D с дополнительными 64 МБ быстрого кэша третьего уровня, про которые мы рассказывали отдельно. Кто же лучше в топовом сегменте? Все-таки AMD Zen 4. Даже шестиядерный Ryzen 7 7600X вполне на равных конкурирует с i5-13600K, а ведь последний в полтора раза дороже. Хорошие платы с DDR5 у обоих лагерей стоят дорого, около 15 тысяч рублей. Получается, что всего через полгода после старта AM5 оказывается интересней LGA 1700, которая на рынке уже почти два года. Да, были слухи, что Intel одумалась, и на LGA 1700 выйдет как минимум три поколения процессоров. Не дождетесь. Чиплетные Core 14-го поколения потребуют нового сокета LGA 1851, так что потолок для LGA 1700 это 13900K. Есть еще KS-версия, и возможно компания выкатит рефреши со слегка повышенной частотой, но в целом картину они не изменят. Все решения Raptor Lake отличаются минимально, не более чем на 10-15%, и купив сейчас 13600K, переезд на 13900K в будущем не будет экономически выгодным. А вот паровоз AM5 только набирает обороты, и AMD обещает поддерживать свой сокет аж до 26-го года. И даже если не загадывать о таком далеком будущем, Intel уже просто нечем крыть свежий Ryzen с увеличенным кэшем третьего уровня. Восьмиядерный 7800X3D не оставляет ни малейшего шанса в играх даже 24-ядерному 13900K, и при этом последний стоит на десятку дороже. Да, все мы помним, что 7000X3D не очень любят напряжение выше 1,3 вольта, за что бета-тестеры на старых биосов, купившие их на Али или Авито, сказали спасибо. Но очевидно, рано или поздно AMD все эти проблемы решит, а через год выйдет уже 8-тысячная серия Ryzen, которой снова приписывают огромный прирост производительности. Так что в топовом сегменте с прицелом на будущее, AMD выглядит гораздо интереснее LGA1700. Что можно сказать в итоге? Вновь ворвавшись в 2017 году на рынок десктопных процессоров, AMD не собирается давать Intel ни малейшего шанса на передышку, выстреливая как из пулемета каждый год новое поколение процессоров. Это заставляет предыдущие решения очень быстро дешеветь. Как итог, в игровом сегменте роли уже поменялись. Если раньше красные со своими Phenom и FX в лучшем случае боролись с синими в среднем ценовом сегменте, то вот теперь уже решения Intel безоговорочно интересны только в базовом или среднем уровне. Все еще активно продающийся LGA1200 совсем не актуален для сборки нового ПК из магазина. Конкуренцию с IM4 он может держать в лучшем случае на БУ рынке. LGA1700 с другой стороны гораздо интереснее IM4 на среднеценовом уровне. Все-таки Intel смогла разродиться хорошей архитектурой Welder и Raptor Lake, не делая явный упор на DDR5. Но в топах у синих снова нет шансов. Платформа LGA1700 фактически уже мертва, а вот путь IM5 только начался. И явно с положительной ноты. Вот такая обстановка на сегодня, 19 июня 2023 года. У меня сегодня день рождения, 34. Кстати, в описании будет ссылочка на розыгрыш вот этой RTX 2070 в нашем Телеграме. Кто помнит из прошлого ролика, ну мы ее сделали 2070. Так что переходите, там же наша группа ВКонтакте, читайте новости там. Меня зовут Михаил Крошин, вам хорошего лета, теплой погоды и здоровья. На связи был МК, еще увидимся. Пока.